Рязанские автоинспекторы подвели итоги онлайн-конкурса «Голова в шлеме – ответственная голова». Он проводился для того, чтобы привлечь внимание широкой общественности к использованию средств безопасности при езде на мотоциклах и скутерах. Это особенно актуально в летний период, потому что именно в это время многие предпочитают двухколесный вид транспорта. На протяжении месяца конкурсанты присылали фотографии мотошлемов, изготовленных своими руками. Конкурсантам было предложено определить и показать, как может выглядеть модный шлем в настоящее время. Для этого необходимо было придумать дизайн своего мотошлема, раскрасить его либо украсить и направить фото готового варианта в адрес госавтоинспекции. Алла Якимова увлекается мотоездой, но передвигается на двухколесном транспорте исключительно в качестве пассажира. Когда она узнала о конкурсе, то сразу решила принять участие и изготовила необычный шлем. Появилась такая идея сделать что-нибудь красивое. Я купила пластику, сделала рога. Все это аккуратненько запекла в духовочке, было очень красиво. Потом мы с ребятами покрасили его в автомастерскую. Татьяна Барабанщикова – мотоциклист с внушительным стажем вождения. На дорогах она предельно внимательно и добросовестно соблюдает правила дорожного движения. Узнав о конкурсе, она задалась целью занять первое место. Захотелось что-то необычное изобразить, такое креативное, творческое, чтобы он был яркий и заметный на дороге. В принципе, это тоже полезно, когда его видно. Потребовалось много усилий, времени. Изготавливала из тоже пластики, плюс краски акриловые. Вот, и получился вполне интересный результат. По итогам представленных фотографий были определены призовые места. Участники онлайн-конкурса получили благодарственные письма и памятные подарки. 5 мая были подведены итоги конкурса. Жюри признала мотошлем, изготовленный Татьяной Барабанщиковой, лучшим. Ее объявили победителем онлайн-конкурса и вручили главный приз – японский мотошлем. Продолжение следует...